Днем на площади Славы устюжане собрались почтить память павших и доброе имя живых воинов-интернационалистов. Афганская война началась в 1979 году, когда СССР для поддержки просоветского правительства ввел свои войска в Афганистан. Боевые действия в чужой стране продлились почти 10 лет. Более сотни устюжан участвовали в той войне, двое из них домой так и не вернулись. 15 февраля 1989 года, ровно 30 лет назад, последние из советских солдат погинули Афганистан. Николай Ржанников во время войны служил в составе знаменитой 9-й роты 345-го десантного полка, уничтожая огнем артиллерии позиции маджахедов. Я домой пришел, у меня такая радость была, что я дома нахожусь в России, даже перелетели за границу, впечатления были такие, что радость. Даже словами не высказать, что мы радовались солдатами. Сержант Михаил Тетерин воевал в Афганистане полтора года, до тех пор, пока не был ранен, попав в засаду боевиков. Но в его памяти осталось немало воспоминаний о подвигах воинов-интернационалистов. Автобус полностью набит афганцами, тормоза складывались, короче, он полетел в училие. И наш сладкий мужик на машине встал поперек от автобуса. Он с Уралом свалился, автобус остановил. И даже талибы, которые все рушили подряд, наши памятники оставили. Значит, нас уважают. Пограничник Сергей Дуягин воевал в Афганистане с 1980 года и до самого последнего дня войны. 15 февраля 1989 года Сергей Александрович был одним из последних, кто покинул Афганистан. И после этого, как камень сердца, спал. Такое облегчение было, потому что, когда находимся на чужой территории, особенно в условиях боевых действий, постоянно напряжение, постоянный стресс. И когда вышли, поняли, что все, эти 9 лет уже позади, больше не повторится, и было огромнейшее облегчение. После митинга в Доме культуры для ветеранов афганской войны прошел памятный концерт. Ну а завтра у руководителя Великоучевского отделения организации «Боевое братство», человека, побывавшего во многих горячих точках, Федора Михайловича Хаброва, свой праздник. Ему исполняется 50 лет. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, Новости провинции.